Всем привет! У нас почти зима, карантин всё продолжается и продолжается. И как вы знаете, кто следит за нашими влогами, мы заказываем еду в основном через интернет. Это Барбора либо Рими. Но случился такой период, когда очень много заказов и на завтра уже доставки нет. Обычно мы заказывали в обед одного дня и на следующий день нам уже привозили. Но сегодня уже случилось такое, что, к сожалению, занято на два дня вперёд и нам привезут только на третий где-то в обед. Нам такое не подходит и решили мы попробовать доставку Рими. Это Drive-In и вроде бы Барбора Экспресс она называется или просто Барбора, я не сильно помню. Где ты приезжаешь к магазину и забираешь сам. Как бы там, не выходя из машины или выходя из машины, это мы сейчас узнаем. Поэтому сегодня мы тестируем два вида доставки. Это Рими забрать из магазина Drive-In и Барбора забрать возле магазина. Куда мы поедем? Барбора это Акрополис торговый центр, а Рими на Жирмунай находится. Самый большой гипер-Рими там. Хорошо, давайте сейчас я хочу вам показать, какие сообщения прислала Барбора и какие сообщения прислал Рими. Потому что здесь есть тоже одна большая разница. Итак, два из них прислали смс-ку, как всегда, и Барбора. Барбора прислала вот такую смс-ку. Ваш номер заказа готов, можете забрать ваш короткий номер, адрес и написано, что сделать. Мне нужно остановиться на автостоянке, специально отмеченной Барбора, и нажать я уже на месте по ссылке, которую я нашел здесь. Ну вот моя ссылка, нужно ее нажать, что я на месте. Тогда мы доставим товар прямо к вашей машине. Хорошо, давайте посмотрим, что прислал Рими. Рими прислал вот такое сообщение. Здравствуйте, Александр. Ваш заказ можно получить в Вильнюс, Рими, Шаурес, Мистелес, Жермуну, Гатва, 64, 10 до 12 и пин-код для получения. Хорошо, это такие пришли сообщения смс. Но еще есть на почту сообщение. Давайте посмотрим. Барбора. Вот, Барбора, сообщение на почту. Опять адрес, где остановиться, есть карта с точным обозначением, куда мне нужно подъехать. И также фотографии места, куда мне нужно подъехать. Это очень хорошо, поскольку если вы едете первый раз, вы не знаете, куда ехать. И, соответственно, информация о заказе. Все ли подготовили, и есть ли какие-то изменения. Давайте посмотрим на Рими. Рими прислал сообщение. Такое же, как в смс-ке. Вы можете забрать заказ в магазине. Пин-код для получения такой-то. И... Так, это то, что я заказывал. Изменения в заказе. И все. Вот это то, что прислал Рими. Здесь сразу хочу сделать первый вывод. Потому что, как вы видите, Барбора прислала очень детальную информацию. Я могу без проблем добраться к тому месту, где нужно забирать заказ. Особенно, когда еду первый раз. Рими прислала просто адрес и код заказа. Без какой-либо дополнительной информации. С какой стороны подъезжать. Как подъезжать. Что делать. Но... Будем разбираться тогда. У них каждый... У каждого свой подход. Поэтому мы просто... Я вам хочу просто показать, как это происходит. На самом деле, таким методом доставки я пользуюсь в первый раз. И для меня это тоже не совсем понятно. Ну да ладно. Поехали. Не знаю. Сначала едем в... Давайте сначала в Рими поедем. А потом в Барбору. Итак, приехали мы к Рими. Сейчас будем разбираться, что, куда и как. Так, ну здесь есть вот такие красные линии и по Рими Драй. Ну давайте. И нам сюда. Ну давайте попробуем. Так, стоп. Смс взвинутый кода. Так, здесь нас просят ввести код с смс-ки. А, вот. Уже просят проезжайте к первому месту. Почему меня попросили подъехать к первому месту? Я вчера ввел номер автомобиля. Там можно вводить номер автомобиля. И тогда все будет намного проще. Так я, в принципе, и сделал. Ну сейчас посмотрим, что из этого получится. Итак, Рими это было очень быстро. Ничего не нужно нажимать. Потому что номер автомобиля ввел, подъехал. Номер автомобиля считался у них в системе. И они уже знают, кто к ним приехал. Вообще, две минуты. Девушка вышла на тележке с пакетиками уже сразу. Все положила. И все, можете ехать. Сейчас покажу вам со стороны, как это выглядит. Итак, со стороны это выглядит следующим методом. Со стороны это выглядит так. Есть вот пирк примере, Мидрайв. Он называется. Здесь есть разметка, куда заезжать. Если вы заехали с одной улицы или если вы заехали с парковки. Здесь вот заметка. Красная разметка. Заезжайте, пожалуйста. Вы по ней подъезжаете. Если вы свой номер автомобиля не вводили, вы вводите смс-ку вот там. И подъезжаете к одному из четырех окошек. Если вы вводили свой номер автомобиля, как это делал я, вы просто сразу автоматом подъезжаете туда, куда нужно. С дверей выходит человек и все ложит к вам в автомобиль, в салон или в багажник, куда вы открыли. Не успел заснять, как вышла девушка, потому что это было очень быстро. Это буквально там минута. Я подъехал, пока достал камеру. Думаю, сейчас камеру поставлю. Девушка уже вышла. Вы только увидели, как она все разложила. И на этом все. Несколько минут. Заказ в интернете оформлен быстро. Оплачиваем быстро. Кстати, я его вчера оплатил где-то вечером. В 8-10 вечера. И мне сегодня уже можно было таким способом забрать. Кстати, людей абсолютно нет, как вы видели. Ну, а сейчас едем на Барбору. Итак, подъезжаем мы к Барборе. Сейчас будем разбираться, куда здесь что-то как. Итак, что мы делаем? Мы заходим на Барбору. Нажимаем на ссылочку. Так, номер автомобиля. Ну, я здесь один, так что я уже на месте. Подтвердить. Спасибо, подтверждено. Ну, все, ждем. Мне непонятно вот та штучка, вот тот драйвнин, что это такое. Зачем он нужен? Там тоже можно считывать номера. И я не совсем понимаю, зачем он. Там, видите, камера считывания номеров. Ну, я не понимаю. Здесь, понятное дело, это Барбора. Они сами лозят. Там одни двери. И здесь какие-то еще одни ворота. Ну, вряд ли через эти ворота. Но написано, что забирать здесь. Барбора забирать здесь. Ну, мы ждем. Да, вот человек вышел. Это, походу, мне. Итак, ребята, Барбору тоже забрал. Вы видели, вышел человек. Также с тележкой вынес продукты. Было три поддона. Подошел к машине, помог сложить все в багажник. Кое-что я положил в салон, потому что уже не влазило. Да, мы закупаемся несколько раз в месяц. Ну, на большие суммы, как так сказать. В общем, как осуществляется доставка, вы видели. Сейчас мы приедем домой. И я еще хочу вам показать насчет разницы в упаковке всего. Потому что в Барборе и в Реми у них есть своя такая маленькая нюанс в упаковке. Но это уже чисто наши такие, как бы сказать, замечания. Поэтому едем. В принципе, доволен. Быстро, понятно, все без каких-либо нюансов или вопросов. Едем домой. Пока у нас готовится обед. Хочу сделать небольшой обзор на то, как запаковывают товары в разных магазинах. В нашем случае это Реми и Барбора. Для сравнительного, скажем так, анализа и ваших выводов напишите, как вам кажется лучше. И хочу сказать, что, наверное, с марта месяца, когда только-только начался этот карантин, мы начали пользоваться службой доставки. И обнаружили, что это все намного удобнее, чем ходить в магазин и тратить время на лишние походы. Просто садишься, выбираешь, заполняешь корзину через телефон или компьютер. И заказываешь на какой-то определенный день, и все. То есть мы выходим только за очень маленькими покупками, когда нет смысла ради чего-то небольшого заказывать целую корзину. Поэтому у нас вот так. Сейчас покажу вам, что мы заказали частично. Потому что закупка была достаточно большой в этот раз. И поехали! Здесь находятся продукты, которые нам доставила Барбора. Здесь баклажан один в целлофане, огурец и три цукини в целлофане. Ну и зелень, это стандартно, она всегда идет в такой упаковке. Здесь у нас продукты из реми. Один авокадо. Его перевезли вообще без любой упаковки. Просто положили. Потому что там цена за штуку идет, не за килограмм. Потом здесь у нас смесь перца. Видите, здесь не только... Не один вид. Здесь и желтый, и красный. И для того, чтобы использовать меньше упаковки, они все запаковали в один пакет. Очень-очень классно, очень здорово. Потом здесь у нас киви. Тоже в бумажном пакете. А здесь редиска. Тоже у нас два пучка в бумажном пакете. На самом деле у нас этих пакетов очень много, но не суть. Также очень большие овощи. Например, картофель, батат, тыкву нам привозили тоже. Реми запаковывают в бумажные пакеты, большие, с ручками. А барбора, в свою очередь, запаковывают тоже в целлофан. То есть политика у них ко всем продуктам одинаковая. Лично для нас... Ну, больше мы отдаём предпочтение в плане упаковки реми, потому что всё-таки меньше пакетов используется, меньше пластика. Но с точки зрения потребления и переиспользования, то эти оба варианта нормальные, если те же целлофановые пакеты использовать по многу раз. То есть с точки зрения экологичности. И было бы очень интересно услышать, как вы... К чему отдаёте предпочтение вы, чем вы руководствуетесь, когда покупаете. Обращаете ли вы внимание на такие вещи, как, например, упаковка та же, да? Я думаю, что в этом случае каждый выбирает сам. Мы заказываем и из Барбори, и из реми, потому что в реми есть не всё, что-то есть в Барбори, где-то цены выгоднее. То есть тоже мы меняем свои предпочтения в доставках, но в основном именно в плане упаковки больше как-то импонирует реми. Так что как-то так. Так, сейчас у нас готовится обед, потому что сегодня у нас была большая доставка, пришло очень много продуктов, и хочется чуть-чуть поэкспериментировать с едой, что мы давно не ели приготовить. Так что сейчас будем кушать. Приятного аппетита, кто кушает. И пишите в комментариях, какие магазины, откуда вы заказываете еду. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok